так дальше пишет шестак виталий для посадки кости героин надо снимать или порезать щель я туда насыпать холмик положить присыпал так нет поймите когда я говорю что дернина что косточки надо садить на постоянном месте я не имел ввиду что под дернину нет что вот первый и второй год косточкам надо обеспечить максимально удобно дернина убирается рассадится обыкновенно как любая грядка как морковка как свекла чистейшая земля перекопанная уничтоженный дерн полностью полностью чтобы даже трава не могла долго взойти никто не должен мешать взойти вот такому росточку вот такому вот какая дернина все уничтожается потом они очень высшие любят первый год все ладно а если бы она порастет или там посадили косточки косточка косточка ну хотя вот на таком расстоянии посадили это не захлапывалось такое расстояние ничего вот главное что тут протяпывается первый год это сто процентов они все самые несчастные они должны это самая земля для них для посадка должна быть с осенью чтобы там не завелись никакие мыши мыши терпеть не могут голую землю там их не бывает голой земле то что мы называем черный парк перекопанная там вы вы которые все корни все вытащены все причем тут дернина вы наверно не так поняли это вот когда даже когда мы садим нет скотчками стало понятно надеюсь вот а когда приходит время саженцев саженцев садить пили пересаживать вот и мы садим на холм а холм тоже свеженький он не заросший потому что вы только взяли землю сделали холм размазали вот посадили сверху саженец а потом пусть зарастает то есть на этом этапе и мыши не доберутся они не любят голую землю а короче не любят ладно пойдем дальше я надеюсь объяснил так елена зашла только что запись будет вебинара как я отвечу когда давайте так я понятия не весь сам будет ли запись вебинара именно у вас а если чем у меня электронное письмо мне железо помните там как ко мне зайти на сайт там есть раздел каталог электронное письмо и я лично вышлю просто возьму скопирую вам лично вышлю так вопрос какую книжку лучше купить я любитель с удовольствием вначале но она дорогая а я читал кстати несколько экземпляров первые обложки на подарочные она так как но она зато сама еще раз как меня не упрекали в каком-то этом не я устанавливать цену не я я автор но это же самое что если сейчас кто-то продает какой-то подарочный экземпляр пушкина пушкина обвинять том что это что дорогая книга красиво всего стихами вот я такой же пушкин то есть первая книга стоит хотя она более разжевная для новичков 1300 рублей вторая она для уже более продвинутый хотя там тоже в основном советы по садоводству 600 рублей называется записки они написаны не как лекция как записки это мои рассказы мне нравится может вам понравится так вот лучше всего заказать даже может быть не книжку а запись этих то есть диски они передешевле уже лет восемь не поднимаются до 300 рублей бутылка пива ну две бутылки пива или бутылка водки и то дерьмовой вот столько стоит диск с книгой так и еще 19 дисков все ценнейшие все это мои лекции вообще вот вот тогда вас точно будет сад где найти эти диски запросите у меня каталог там есть информация и по дискам вот теперь так лабасов леонид добрый вечер всем со смоленщины валерий корсинович а прошлом видали упоминали не изданной книги ваших посылатов возможно все же вынесли это нет невозможно я потом не смогу ее продать интерес упал до нуля у меня лежат книги я считаю вот даже так что дешевле которая называется записка зачарована садова если уж ее продать не могу она красивая невероятно там сотни фотографий ярких этих самых цветных вот там две нобелевские премии но они рассказывают таким языком вот честно когда я назову такое выражение даже дурак поймет вы понимаете есть причины по которым ее никто никогда не это не будет она рассмотрена не будет признана не будет названа то что там то что называется великие открытия никогда не будут официально признаны великими а книга постулатов ее еще надо дорабатывать с тех пор я еще сотни постулатов они все важны и главное за каждым стоит фотографии 2-3 это абсолютно книга которая не имеет себе вы понимаете я говорю как вот сейчас вы сами виноваты зачем было такое про задавать что книга выйдет свет или не выйдет конечно не выйдет представим себе то что из расходится со всей наукой доценты академики доктора наук тенкоры эти профессора доктора кандидата но все они всегда писали в книгах и каждый издавал книги и огромное количество этих самых публикаций везде надо было просто показывать что что-то там должно быть и как правило это было то что у деревьев что-то лишнее а мой постулат их первое будут самый важный постулат помните даже в тот уже двадцать восьмой да а он важнейший это мировое это даже и постулат это мировое открытие нету дерево то есть не может дерево за всю свою жизнь дать больше урожай чем заложено природы а за ним следует не трожьте дерево никогда никогда наука ведь это точно так же как сотни тысячи когда в университетах опять про эту добуду это только потому что она то это самое молочное животное это 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 вот это вот трограммовая да которая стала человеком про это будут писать потому что это платят а скажи что это невозможно вообще невозможно что это настолько уходит такую древность триллионы лет что это уже божественное происхождение сразу вылетишь как пробка и тебе зарплаты ничего и пойдешь ты это как у меня знакомые могилы копать либо заработать хотя не дурак вот что получается и вот здесь получается так книга постулата там представьте себе постулат на дереве нет даже лишнего листика почки ветки она сразу отменяет уже знаете как если брать тысячи публикаций а если посчитать на количество изданных этих самых допустим просмотров или страниц эти книги миллионы миллиарды все отменяет одна фраза ну она то как раз все ставит на место и не нужно дерево не нужно гнуть она пойдет вот так сделаешь вот так она дашь боковые ветки невозможно исправить природу невозможно вся эта дурь придумана только для того чтобы люди могли заработать свои деньги вы понимаете не это а здесь все кому кто эту книгу издать ее можете издать если среди людей простых нормальных друг какой то ну вот получил допустим мы просто люди деньги умеем считать и денег денег на книгу эту не собрать это понятно ну кто то случайно там открыл клад а там лежало это миллион монет и он сказал ну железу один процент а это как раз на издание книги пожертвует вот у кого то дядя умер в Канаде или там в Америке а он оказывается миллиардер ну теперь куда мне деньги давать давай-ка я железу вот там несколько миллионов на издание книги вот так мы книгам выйти вот так мы же маленькую вторую книгу там не могли большим таражом издать почему мы собирали по подписке 20 тысяч экземпляров вот этой самой смотрите я жалуюсь вы сами виноваты 20 тысяч я вышел 200 тысяч рублей на издание и издали 20 тысяч экземпляров а продать не смогли вот я и начинаю с этого подайте чтобы девочка это могла монтировать мои книги эти мои фильмы которые я сейчас делаю посмотрите это только это только вот сейчас только вот сейчас вот ой не смотрите дедушка привет придумайте нам такого деда ёпп вот каждый день появляется за каждое я плачу это по 200 рублей или 250 смотря как вот и вот и получается так что я должна это у меня минус 200 тысяч только вот из этих вот которые так не удалось продать вот они лежат коробки полные ну я ответил на ваш вопрос просто знаете как это для того противно что так сложилось то кто-то обещал их распространить по России чтобы еще и заработали вот заработал минус 200 тысяч а сейчас собираю среди вас денег давайте девочки поможем спасибо реплику действительно это помог так помог даром что москвич даром что главный редактор так давайте смотреть дальше откапывать сальс осторожно не откапывайте в мороз когда возвратный мороз может вернуться а будет нежная ветка сильная морозобойная окапывать тогда когда морозы не вернутся и не в морозную погоду а сейчас вообще не откапывать снега сажаем много выживает сильнейшее ой молодец конечно так оно и должно быть солить надо много так сальсис шелковица на продажу нет сейчас есть только черники и шелковица вот она почта еще раз елена я хочу купить эту книгу елена какую книгу вы хотите купить вот я еще раз упоминаю есть книга с кульдивом 10 сентября они ушли я тоже это считайте его как не успел подержать теперь значит книга которая толстая обложка то есть праздничная книга это сервис от сотворения чуда она дорогая 1300 рублей еще раз цены становления так дальше книга записка зачарованного садовода тоже бумажная она стоит 600 рублей еще раз говорю там две навыки премии но они таким простым языком изложены что даже трудно поверить что наука этого не знает и сейчас вот и наконец брошюра вот что я называл теперь так что пишет елена заказывает по почте показали который не покупает а это не книга это всего лишь тонкая брошюра она стоит 100 рублей если 4 купить то получается по 50 рублей 4 по 50 200 вот выгодно а потом можно люди купить даже знаете сколько их можно купить в таком принципе 10 и 20 и 100 распространить среди своих сказать вот это мой вклад в садоводство я там участник клуба я всем раздам а еще их куплю нет не так куплю уже получается если много то по 50 рублей так если больше 4 или больше тогда получается что я потом продам по 100 и если у меня там будут покупать то я еще и заработаю несколько тысяч на этом если возьму у меня целые коробки стоят если возьму вот столичка например да вот спасибо хоть вы заинтересовались вот я иногда ее навязываю по хитрому знаете как я человеку обещаю выставить косточки абрикосов там еще какие-то на подвое и накидываю 100 рублей то есть высылаю человеку на 500 рублей а прошу не купите ли вы эту книгу больше всего соглашаюсь таким образом мне месяц удается продать 30-40 ну из двух из этого сами понимаете и 20-ти тысяч 30-40 продать это все еще раз говорю многие из вас могут стать перекупщиками выгодно или просто даже как бывало что Макаров Алексей Иванович купил у меня тогда 20 по моему книг ну настоящая книга это же там по 600 рублей ну и продал по себе стоимость но зато у него сервис покупали он продавал вы будете как книги это и делать все и у вас сад не погибнет тоже молодец благородный поступок ну все окажется мы закончили больше никто не пишет это значит друзья что мы будем с вами прощаться вот еще и вечер заказать семена доказывайте вот потому что мы больше нам зарабатывать не на чем учитывая нашу подвижническую деятельность с Антоном Валерьевичем Сафроновым вот вот можно было бы и заказать но еще раз говорю мы деньги не клячем вот эти семена стоят больше того один пример с ученым человеком единственный пример с Паулиным Александром Юрьевичем вот который вырастил мои сельцы вот такие вот такие вот довел дополнение получил по 40 кг деревьев вот это пример очень яркий и фотографии есть и отчеты его есть и реферат есть и доклад есть оказывается я торгую не туптой доказательства уже из чужих рук вот ну все друзья заканчиваем вот вот желаю вам уважайте такой лесад как у тех кого я как кто мне поверил и до свидания до следующих встреч до следующего понедельника мне кажется что-то важное забыл сказать но ничего не последний раз увидимся все друзья пока останавливаю трансляцию